Российская пропаганда решила потроллить Зеленского и помощь Германии Украине. Они записали видеоролик, как некая фрау забирает леопарда у ребенка. Внимание на экран. Мы сейчас с вами находимся в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия и узнаем мнение жителей об этом ролике и его сути. Это видео в фабрике русских троллей, которая пытается сделать промоушен для партии «Альтернатива для Германии», которая известна своими националистическими настроениями. Германия оказывает точно немного помощи Украине, но я не совсем понимаю, какая помощь нужна, потому что не разбираюсь ни в России, ни в Украине. Не понимаю, из-за чего конфликт. Я считаю, что часть оружия, которую Германия поставляет украинцам, падает на самих украинцев и убивает украинцев. Поэтому я в сомнениях. К слову, эта женщина права в том, что ролик сняли россияне. Люди узнали в нем российских актеров и написали об этом в комментариях под видео с указанием фамилий. Мужа играет российский актер Валентин Воробьев. Жену – москвичка Юлия Кунюхова. Лидера «Людей» в форме сыграла российская актриса Юлия Мандрика. Одного из солдат – Игорь Алексеев. Ролик, как предполагается, был снят в России. Мы проверили и выяснили, что это действительно перечисленные внимательным зрителям актеры. На видео они представили НАТО в роли нацистов и что нужно жить своей жизнью, а не так, как нам диктует правительство. Это, конечно, преувеличено. Но в плане отношения людей к другим людям. Но я такого в жизни своего и не видел, чтобы люди приходили к другим и забирали все вещи. Но я думаю, относительно денег так и происходит сейчас. Ну, это, конечно… Я думаю, что Германия и все европейские страны помогают Украине, потому что они знают, что Россия и ее правительство во главе с президентом Путиным являются преступниками. Естественно, мы понимаем все, что в Украине погибло много людей и люди много что потеряли. Многие приехали сюда, в европейские страны, и они потеряли своих родных из-за войны. Я считаю, что мы должны поддерживать Украину. Германия должна поддерживать Украину, быть солидарна с ней и держаться вместе. Я считаю, что помощь, которая оказывается, не самая правильная. Помогать в любом случае надо, но предложенные способы вызывают сомнения. Я всего не понимаю и ничего не могу сказать. Мне очень жаль. Что я должна сказать об этом видео? Это что-то мистическое, что они там показывают. Я бы сказала, что было еще ожидать от России. Да. Партия «Альтернатива для Германии» отрицает свою причастность к ролику Хайль Зеленский. А факты в нем почти все перекручены. Имя президента Украины в документе, который держит в руках чиновница некоего силового ведомства на 26 секунде ролика, написано точно не так, как написали бы его немцы – Зеленский. Форма чиновников, которых в российских СМИ прозвали солдатами НАТО – форма бундесвера. Видео транслируют, что президент Владимир Зеленский – воплощение всех материальных проблем европейцев. На самом деле образованные немцы понимают, что 22 миллиарда евро – сумма помощи, которую оказала Германия за время полномасштабной войны. Включая прием беженцев. Это деньги, которые Германия заплатила и за собственную безопасность. Канцлер Шольц неоднократно подчеркивал, что страна и дальше будет поддерживать Украину. А что думаете вы? Пишите в комментариях и делитесь этим видео с друзьями.